Каждое утро в Брюсселе выстраивается очередь из сотен людей, желающих получить убежище. Среди них заметны вновь прибывшие. На первых порах им нужна помощь, чтобы оформить документы и найти жильё. Бельгийская система приёма беженцев переполнена. Многие из них проводят по многу ночей в потьмах, на морозе, в окружении грязи и крыс. Два месяца назад добрался до Брюсселя на перекладных из Афганистана Джафар. «Каждый вечер я прихожу сюда ночевать, но спать не могу, потому что очень холодно. А утром приходится отсюда уходить». Дверь приёмной миграционной службы открывается в 8.45 утра. Первыми пропускают внутрь несовершеннолетних без сопровождения взрослых и семьи с детьми. Затем проходят молодые мужчины. Большинство из них возвращаются на улицу с пустыми руками. Они разочарованы и сердиты, часто срывают зло друг на друге. Полиции приходится их разнимать. Мигрантам пытается помочь и предложить другие способы остаться на Западе сотрудник благотворительной организации Мехди Касу. «Присутствуя здесь каждое утро в течение нескольких недель, мы раздаём кофе, чай, одеяло, чтобы они выжили. Мы помогаем получить медицинскую помощь тем, кто уже подвергся переохлаждению. Дезориентированных людей мы информируем, насколько это возможно». В последние месяцы стало не хватать мест в гостиницах и приютах из-за того, что в столице пришлось расселять некоторых бельгийцев, пострадавших от наводнений. А в последние дни стало прибывать больше нелегальных мигрантов издалека. Их распределяют по государственным и частным квартирам сотрудник Федерального агентства по приёму беженцев Изабель Плюма. «На этой неделе откроется 300 мест, хотя это слишком мало и на всех не хватит. Ситуация становится критической. Нужно изыскать резервы жилья. Они имеют значения какого. Лишь бы у людей была кровать и возможность где-то поспать». Наплыв беженцев до предела увеличил нагрузку на муниципальные службы и волонтёров и в соседних странах. Среди разных учреждений Евросоюза остаются разногласия о том, как действовать в этой ситуации. В четверг для обсуждения этого вопроса соберутся министры внутренних дел ЕС. Но единого ответа на зимнее обострение миграционного кризиса их ведомства ещё не подготовили.